Я предлагаю выступить Ине Валентине Шарковой, ведущему научному сотруднику научного центра медико-генетического, пожалуйста, ваше выступление о проблемах адреналейкодистрофии. Добрый день, уважаемые коллеги, слушатели. Сегодня действительно очень обширное, такое необычное, охватывающее огромный спектр редких и частых заболеваний, которые связаны с наследственностью. И позвольте мне немножечко рассказать вам о редком достаточно наследственном заболевании, которое относится к группе пероксессонных болезней с эксцепленным рецессивным типом наследования и которое называется эксцепленная адреналейкодистрофия. Я абсолютно согласна с Ольгой Игоревной в том, что как важно, что мы начали взаимодействовать и тоже будем знать, как специалисты, которые диагностируют и сталкиваются с такими трудными пациентами, будем знать, куда их дальше отправить. Это очень важно, что мы будем взаимодействовать с людьми, которые занимаются палеотивной помощью. Причина эксцепленная адреналейкодистрофия заключается в мутациях в гене АБЦД1. Он расположен практически в самом конце длинного плеча эксхромосомы. Его продуктом является трансмебранный белок, дефект которого нарушает транспорт очень длинноцепкочечных жирных кислот, которые работают с пероксессомами, и это приводит к нестабильности миоелинового волокна. Вот пероксессомы – это такие органеллы, которые окружены одной мембраной, и в матриксе которых содержатся различные ферменты, и они обеспечивают метаболизм свободных радикалов, холестерина, желчных кислот, очень длинноцепочечных жирных кислот, пуринов, простагландинов, лейкотриедов, эстрадиолом. Вот таким образом может выглядеть патогенез. То есть когда что-то происходит в гене, когда возникает замена или какая-то крупная перестройка в этом гене, то происходит накопление в тканях очень длинноцепочечных жирных кислот. И, с одной стороны, это приводит к нарушению стабильности фосфолипидных мембран миоелиновых оболочек, а это ведет к демилинизации в центральной и периферической нервной системе, и отсюда у нас появляются неврологические нарушения. Кроме того, накопление аномальных липидов, содержащих очень длинноцепочечные жирные кислоты, также приводит к нарушению функционирования рецепторов к адренокортикотропному гормону, что в свою очередь ведет к разрушению клеток коры надпочечников и приводит к надпочечниковой недостаточности. Частота заболеваний в различных популяциях колеблется приблизительно от 1 на 17 тысяч до 1 на 20 тысяч. И, как я уже говорила, тип наследования иксцепленный рецессивный, но, тем не менее, носительницы, женщины, у которых есть вторая иксхромосома, также могут иметь некоторые проявления, которые здесь представлены. Если у мужчин выделяют 7 фенотипов, то есть церебральная форма, которая делится по возрасту начала и тяжести проявления, адреномейлой нейропатии, а либо пункта мозжечковая, изолированная надпочечниковая форма с недостаточностью и асимптомная. Бывает, что у здоровых родственников с установленным диагнозом иксцепленная адренолейкодистрофия также выявляются изменения в жирных кислотах, но при этом симптомов никаких не происходит, не появляется. Но здесь может идти речь о том, что еще не наступил возраст начала, поскольку эта форма может дебютировать в очень широком возрастном диапазоне, буквально от 3-летнего до 30-летнего возраста. Ее основными клиническими проявлениями в основном выступают нарушения поведения. Это может быть и гиперактивность, а может быть и аутизм, могут быть эпизоды апатии, могут быть проблемы обучения, снижение памяти, дефицит внимания, прогрессирующая деменция или нарушение походки. Менее часто возникают изменения со стороны органов зрения и слуха, а также часто возникает и иногда является единственным признаком или симптомом надпочечниковая недостаточность, которая может проявляться только в гиперпигментации кожных покровов, какой-то общей слабости, периодически возникающей рвоте или тошноте. Вообще, если начинается это заболевание, то неврологическая симптоматика быстро прогрессирует, развивается спастический тетропорез, слепота, глухота, деменция. Почти все больные на высоте заболевания страдают фокальными или генерализованными судорогами, которые резистентны к проводению терапии антиконвульсантами. Но иногда и дебют наступает с эпилепсией и не сразу становится понятным, с чем связаны происходящие неврологическая симптоматика. С самой эпилепсией или с каким-то другим заболеванием, в структуре которой происходят эти эпилептические приступы. Поражение у органа зрения может включать и косоглазие, и сужение полей зрения, и снижение остроты зрения до слепоты в терминальной стадии, с атрофией зрительных нервов. И довольно быстро формируется обездвиженность и отсутствие реакции на окружающее. Наступает так называемое состояние декортикации. И показано, что средний интервал между первыми неврологическими симптомами и декортикацией варьирует от полугода до 10,5 лет. В общем-то, в широком возрастном диапазоне. Но часто приходится сталкиваться, что именно быстро наступает терминальная стадия заболевания. Возраст смерти тоже, видите, широко варьирует от 5 до 19 лет. А наиболее распространенными формами экстрепленной адренолейкодистрофии, вот они здесь представлены, это детская церебральная форма, которая может дебютировать от 4 до 11 лет. Но возраст сначала очень условен. И дальше в примерах я вам покажу, что начиная с позже, это может быть все равно тяжелая форма. А начинаешь раньше, чем 10 лет, может иметь нормальное, ну не нормальное, а более легкое течение. Детская церебральная форма, она вот наиболее часто встречается. И вообще вот выявленные формы в медико-генетическом научном центре, вы видите на слайде, более 60%. Это представленность детской церебральной адренолейкодистрофии. Ювенильный вариант чуть меньше 20%. В более чем 7% случаев возникает изолированная надпочечниковая недостаточность. И вот у 3% наших пациентов была выявлена бессимптомная форма. Здесь, если мы говорим о детской церебральной форме, то неврологические нарушения всегда ярко выражены. А надпочечниковая недостаточность не в 100% будет встречаться. Если мы говорим о изолированной надпочечниковой недостаточности, которая в 10% может дебютировать или присутствовать у пациента с мутациями в этом гене, вы видите, она может иметь очень широкий возрастной интервал дебюта. И там неврологические нарушения практически всегда отсутствуют. Вот если говорить о самом тяжелом варианте детской церебральной форме, то можно округлить немножко и сказать, что возраст начала заболевания где-то до 10 лет. Неврологическая обычно симптоматика, которая наиболее часто представлена в снижении познавательных функций. Изменяется поведение, снижается острота зрения. Явные такой манифестации, когда четко становится понятно, что есть какие-то прогрессирующие проблемы, могут предшествовать абсолютно легкие нарушения концентрации внимания, нарушения воприятии речи в шумной обстановке или по телефону. Основным признаком, очень важным, является изменение, выраженнейшее. Вот тут представлено несколько снимочков МРТ, на котором мы видим очень сходные изменения, выраженные лейкопатия в определенных зонах головного мозга, которые сконцентрированы в основном в затылочных и теменных областях. И вот есть четкие такие вот представленные здесь критерии расположения очагов, в основном, как я уже сказала, это затылочные области, но бывает и с лобным расположением, что крайне редко. Обязательно должно быть двухстороннее симметричное поражение структур головного мозга. Серое вещество вовлекается редко и на поздних стадиях. Подкорковых изменений обычно не определяется, не характерны кисты и, как правило, не возникает вовлечения мужичка. Но вот на представленном снимочке МРТ мы можем увидеть, что у некоторых пациентов бывают атипичные формы и могут происходить изменения и там. Ну, немножко будет отличаться неврологическая симптоматика. Вот в плане демонстрации хотел вам представить детский вариант. Здесь вот такая достаточно большая родословная представлена. Как оказалось, эти пациенты были обследованы, было показано, что в четырех поколениях это заболевание распространялось, и пока это были просто женщины-носители, то никто об этом не знал. Пациент, который обратился, он в четвертом поколении, под номером один, он развивался и рос нормально до шести лет, но потом вдруг появились эпилептические приступы, которые сменились стремительной утратой приобретенных навыков и знаний. В анамнезе у него при расспросе родителей все-таки отмечались фибрильные судороги с 8 до 3 лет, но они не приводили ни к какой прогрессирующей неврологической симптоматике, и ребенок считался здоровым. При осмотре была все-таки отмечена смуглость кожи, деменция, нестагм, псевдобульбарный синдром, мышечный тонус был дистаничен, походка с атаксией, речь о дезартрии, элементами скандирования, и плохо контролировал ребенок в 6 лет тазовые функции. На МРТ головного мозга увидели совершенно типичные изменения в затылочных и теменных долях, вот указанных стрелочками, и с вовлечением в некоторой степени подкорковых ядер. И его брат, нет, не брат, дядя, больной в третьем поколении, имел дебют в 10 лет. Дебют был с эпилепсией, с бурным присоединением пирамидно-экстрапирамидно-можечковых симптомов, то есть нарушение мышечного тонуса и выраженная атаксия, прогрессирующая деменция, атрофия зрительных нервов. И точно так же на МРТ картинка была с распространенной демилинизацией и расценивались вначале эти изменения как панэнцефалит и течение какого-то инфекционного процесса. Другая семья у двух сестер-носителей, которые столкнулись с той проблемой, что вот у одного из пациентов в 11 лет вначале снизилось зрение, понизилась школьная успеваемость, сузился круг интересов, изменилось поведение. В 12 лет контакт, то есть в течение года ребенок сильно разрушался психологически, поведенчески. В 12 лет контакт был уже сильно затруднен, обращенную речь не понимает, просьбы не выполняет, выраженный спонтанный нестагм, речи нет из-за выраженного повышения тонуса артикуляционных мышц, спастический тетропорез с отсутствием ходьбы. И в 13 лет этот пациент уже умер в состоянии церебральной кохексии. Его двоюродный брат заболел в 7 лет, умер в 3 года и умер 3 года спустя. Картина МРТ у них была очень сходной, симптомов надпочечниковой недостаточности у пациентов не было. И поскольку они как бы имели разный возраст начала, то их клинические формы относили к разным типам. Тот, который заболел в 7 лет, ему ставилась детская церебральная форма, тот, который в 11 ювенильная. Но мы видим, что очень тяжелые были проявления, и такое деление, оно по возрасту начала достаточно относительное. Вот пример еще одного пациента с установленным вариантом детской церебральной эксцеприной адренолейкодистрофии. До 9 лет он рос и развивался нормально, но в 9 лет произошла закрытая черепно-мозговая травма, не очень тяжелая, появилась тошнота, головная боль, потом быстро достаточно присоединились судороги, появилась мышечная гипотония и патологические рефлексы, что как бы не совсем укладывалось в обычный неврологический статус. Потом появилось уже, буквально чуть больше через полгода, появилось снижение памяти, внимания, снизилась успеваемость в школе. Конечно, вначале это расцеливали с последствием перенесенной закрытой черепно-мозговой травмы, но тяжесть этих проявлений совершенно не соответствовала полученной травме. Быстро нарос психоорганический синдром, снизилось зрение, слуха, появилась, и уже в 10 лет появилась слепота. То есть ребенок стал полностью обездвижен, что, конечно, очень печально и очень затрудняет докторам, которые их ведут, что же делать, что сказать, куда девать, как ухаживать за такими вот пациентами. Здесь еще один вариант пациента с необычной локализацией. Вот стрелочкой на снимочках указана локализация лобная, участков домилинизации. Приношу извинения за не очень хорошее качество, но других, к сожалению, не нашлось. Здесь тоже достаточно большая родословная. И до 10 лет пациент рос и развивался нормально, а потом снизилась успеваемость и память, опять сузился круг интересов, стал расторможен. В течение трех лет снизилась концентрация внимания, стал дурашлив, но получил среднее специальное образование, учился слабым, но и не работал, и не пытался трудоустроиться. Бутыл был адаптирован, но очень привязан к близким, общительным и не агрессивным. В 21 год совершенно случайно ему сделали МРТ, поскольку он заболел, где было выявлено изменение белого вещества головного мозга, выражено расширение боковых желудочков. И были проведены диагностические мероприятия, и установлен этот диагноз. Хотя изначально он был расценен как такая психогенная реакция на смерть его брата-близнеца. И, конечно, очень имеет значение, в каком отделе происходит изменение, поражение белого вещества, как быстро оно распространяется. И здесь тоже клиническая картина в основном имела сходные с детским вариантом проявления и началась в таком пограничном возрасте, но имела немножко более благоприятное течение. Еще один пример. Когда у ребенка до 13-летнего возраста ничего не происходило, все было хорошо, но вдруг начались эпилептические приступы, которые очень коротко контролировались антиконвульсантами, а потом началось снижение памяти, внимания, успеваемости. И к 23-м годам, когда обратились родители, что же происходит с ребенком, симптомы были совершенно не так сильно относящиеся к чистой неврологии. Это была мышечная слабость, мышечная гипотония, появилась пристрастия к соленому, потемнение кожных покровов увидели родители, которые быстро в течение 3-4 месяцев нарастали. А потом уже чуть позже 23-х лет уже появились приступы агрессии, сонливости, но никаких нарушений со стороны тонуса, движения не было. Вот смотрите, как он ходит в свои 25 лет. Папа любезно согласился предоставить видео. Спасибо родителям, спасибо коллегам. И вы видите, что никаких нарушений с повышением тонуса в нижних конечностях или какой-то атаксии мы здесь совершенно не увидели. То есть у него в основном это нарушения поведенческие, общение, вот такие вот вещи. Надпочечникова недостаточность при их сцепленной адренолейкодистрофии тоже может быть или первым симптомом до 40% случаев, или единственным симптомом заболевания до 10% случаев, или иногда является причиной болезни Адисона. Вообще трудности дифференциальной диагностики, ну как в любой специальности, они всегда присутствуют. И здесь связаны с тем, что, во-первых, очень много мутаций и много генов, которые могут приводить к поражению белого вещества головного мозга. Могут быть проявления очень сходные с заболеваниями ненаследственной природы, как рассеянный склероз или там энцефалиты. В пределах одной нозологической единицы выделяют несколько форм различных по возрасту, дебюту и типу манифестации. На МРТ могут быть очень сходные признаки изменений при разных лейкодистрофиях. И вот атипичные случаи с заболеванием. Конечно, мы можем рассуждать, что нам помогает все, и уровень гормонов, но лабораторная диагностика, она очень важна, если хоть есть хоть какое-то предположение, что это может быть эксцепленный адренолейкодистрофия, то, конечно, нужно сразу провести биохимическую диагностику. И ее можно провести в любом материале. Это может быть плазмокровие, ретроциты, лейкоциты, культура клеток кожных фибробластов. Там повышается уровень очень длинноцепочечных жирных кислот, которые представлены здесь, и четко видно, какая есть разница в соотношениях этих очень длинноцепочечных жирных кислот. ДНК-диагностика занимает тоже очень важное место. Она проводится методом прямого секвенирования гена. Обнаруживают мутации разные. Это и точковые замены, и делеции одного или нескольких нуклеотидов, а также крупные перестройки. Но тип мутации, показано, не влияет на тяжесть течения заболевания. Вообще, поскольку это очень такое разностороннее заболевание, затрагивающее также разные органы и системы, то здесь используется введение таких пациентов несколько специалистов, да, такое вот взаимодействие. Конечно, если это началось с психических расстройств, то это будет наблюдение психиатра. Если увидели надпочечниковую недостаточность, то никак не обойтись без эндокринолога, контроля показателей кортизола, КТГ, коррекции этой надпочечниковой недостаточности. Конечно, никак не обойтись без невролога, без контроля электроэнцефалограммы и использования при необходимости симптоматической терапии неврологических расстройств. Показано, что диета терапии с низким содержанием жира в сочетании с применением масла Лоренца тоже имеет свой положительный результат. Позволяет нормализовать концентрацию очень длинноцепочных жирных кислот, но не влияет на прогноз заболеваний и не улучшает функцию надпочечников и нервной системы. Позволю себе представить, как изменились показатели очень длинноцепочных жирных кислот у пациента шестилетнего с изолированной надпочечниковой недостаточностью на фоне прохождения курса лечения маслом Лоренца. И тут четко совершенно видно, как изменились концентрация одного из показателей под названием С26 и соотношение С24 и С22. Но если бы здесь была неврологическая симптоматика, то, конечно, мы бы, скорее всего, не увидели никакой значимой положительной динамики. В 2013 году федеральные клинические рекомендации по диагностике лечения к сцепленной адренолейкодистрофии были представлены. И которые говорят нам, что лица мужского пола с 3 до 12 лет с подтвержденным диагнозом и без вовлечения в патологический процесс нервной системы должны проходить МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием один раз в 6 месяцев. При появлении неврологических нарушений у них МРТ головного мозга проводится незамедлительно. У больных старше 12 лет МРТ головного мозга необходимо проводить при появлении первых клинических симптомов поражения головного мозга. При возникновении церебральных симптомов и сцепленной адренолейкодистрофии необходимо рассмотреть вопросы о целесообразности проведения вот такой трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, потому что именно этот метод является основным методом лечения, но только на очень равных стадиях заболевания детской и юношеской церебральной формы. И для того, чтобы решить, проводить такую трансплантацию или не проводить, строгий производится отбор. И здесь включается тщательно неврологическое обследование, нейропсихологическое тестирование с тестированием по шкале Векслера, а также МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием и отдается предпочтение пациентам, у которых локализация лейкопроцесса обычная, с преимущественным поражением теренозатылочных областей головного мозга. И контролировать и каких-то маркеров этого заболевания всегда было очень сложно. Вот в 1994 году для того, чтобы понимать, стоит брать на такой сложный процесс, на трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, и как будет протекать, будет ли польза, будут ли улучшения, не осложнится ли это какими-то неблагоприятными течениями после пересадки. Была разработана шкала 34-бальная оценки тяжести поражения головного мозга по данным МРТ и установлена корреляция со скоростью прогрессирования. И, конечно, в основном для того, чтобы принимать решение делать-не делать, вести-не вести, используется она. Но считается, что генотерапия с применением лентивирусного вектора в скором времени, будем надеяться, станет основным способом лечения таких пациентов. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok